Замечательный художник, мастер на все руки. Дерево, кожа, папье-маше, стекло. Нет материала, который не подчинится мастерству Анны Богдановой. И её дочь Тамара Шитова начинает принимать мастерство мамы. Так как я сейчас хожу очень часто в лес, вдохновившись, можно сказать, походами в лес. Это вот у нас подосиновик. Это утро в лесу. Раннее утро, когда смотришь в лесу. Вот оно такое как растворяется. Ну, красиво. Хотелось вот передать. Весна. Ну, как говорится, любовь, там всё такое. Вот. Это, ну, там подосиновика, а здесь мухомор. Мухомор, так как его никто не берёт, ну, или берут, ну, редко его берут на лечение, а так не берут. Из-за этого он в домашнем. В домашних тапочках, в ночножке. Вот. Это лисичка. Это наш звёздный лорд вместе с Томой. Тома вот сшила, а я вот вдохновилась и нарисовала. Вот. Наш такой совместный звёздный лорд. Это клубничное варенье. Ну, тут что говорить. Варенье я клубничное люблю. Тома, иди расскажи про свои работы. Я в основном рисую животных, и это чаще всего коты. Здесь у меня, это старая работа, мой замечательный, любимый кот Фунтик. Это давнишняя идея, мне очень сильно понравилась идея с котом, из которого цветут бутоны цветов красивые. Это вдохновение. Именно так я его представляю. Ловкая кошка, которую сложно поймать, но она всё равно прекрасна, и нахождение рядом с ней в удовольствие. А это ведьма в лесу. Она сидит в ведьминском кругу. Мне мама рассказывала о том, что если в лесу найти грибы в кругу, и зайти туда, и спросить у кого-то, то он не сможет ничего соврать на любой вопрос. Будет говорить только правду. И также здесь мои шитые игрушки, как мама уже показывала, лисёнок, лягушка и котятки. И в кругу.